Ну что друзья, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать 11 способов как можно выиграть спор у друга и при этом поднять баблишко. Но перед этим хочу вас попросить одно. Нажмите это видео на паузу, опуститесь ниже и если по какой-то причине вы до сих пор не подписаны на мой канал, нажмите вот эту красную кнопочку подписаться, поставьте колокольчик. Также друзья, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылки в описании. Совсем недавно у меня появился мой телеграм-канал, лайв-канал, в нем я выкладываю каждый день какие-то новые интересные видосики. Подписывайтесь и погнали смотреть видео! Итак друзья, представим ситуацию, вы в компании друзей, вам нужно открыть лимонад, но у вас нет открывашки. Что же делать? Ну конечно же можно поспорить с другом о том, что вы откроете без открывашки. Вы спросите как? А очень просто. Берем любой альбомный лист или лист А4, сворачиваем его. Ну вот так вот, я думаю, будет достаточно. И открываем. Опа! И бабосики уже у вас в кармане. Для следующего спора, который вы можете выиграть, вам понадобится бутылка и зажигалка. Все очень просто. Ставим бутылку на зажигалку и спорим с другом о том, что он не сможет убрать зажигалку так, чтобы бутылка не упала. Он будет пробовать по-разному там, двигать ее, но бутылка будет падать. Все очень просто. Нужно всего лишь двумя пальцами и резким движением. Опа! И бутылка стоит. И вы выиграли снова свои бабки. Третий прикол, это прикол с крышкой. Вам нужно ее сначала согнуть. Ну вот как-то так вот. И задача вашего друга, высунуть вот эту вот крышку с бутылки, не трогая руками ни крышку, ни бутылку. Друг будет по-разному пробовать там, замечать. Но крышка только наоборот падает в бутылку. На самом деле все очень просто. Нужно просто дунуть. Ну вот и все. И снова бабки вашего друга у вас в кармане. Для следующего спора нам понадобится. Возьмите 4 спички, рассталкивайте их так, чтобы они были похожи на бокал с под вина. Поместите в середину монетку. И скажите вашему другу, что ему нужно переставить 2 спички так, чтобы монетка оказалась не в бокале. Ваш друг будет пытаться по-разному как-то ставить это, но у него ничего не будет получаться. На самом деле все очень просто. Вот и все. У вас в кармане заваляло 6 монеток одинакового размера. И вам захотелось увеличить свой капитал. Вы спорите с другом о том, что он не сможет переставить одну монетку так, чтобы с двух сторон было одинаковое количество монет. Ваш друг будет пытаться и так, и так, по-разному. Но тут приходите вы со словами гони бабки. Опа! И бабки снова у вас в кармане. Для следующего спора мы подбираем монеточку такую, чтобы могла упасть в бутылку. Кладем на бутылку карточку. На карточку монетку и говорим другу, что ему нужно убрать карточку так, чтобы монетка упала в бутылку, при этом не трогая ни монетку, ни бутылку. Он будет пытаться по-разному там. Но у него не будет получаться. И тут мы показываем ему мастер-класс. Ложим карточку на бутылку, монеточку. И аккуратненько. Опа! Забираете у друга купюру, ложите ее, ставите на нее бутылку. И говорите другу, что если он заберет эту купюру так, чтобы бутылка не упала, то купюра его. Если я это сделаю, то купюра моя. Он будет пробовать, как обычно, по-разному. Дергает там, но бутылка падает. И здесь мы показываем, как нужно это делать. Берем аккуратненько, закручиваем и по чуть-чуть двигаем бутылочку. Опа! И купюра наша. Еще один спор с бутылкой. Берем бутылку, трубочку и говорим другу, что он должен благодаря этой трубочке поднять бутылку в воздух. Ваш друг будет, как обычно, пытаться по-разному ее там ставить, но бутылка падает. И после кучи неудачных попыток он скажет, сдаюся. И тут вы делаете вещи. Берем трубочку, сгибаем ее, засовываем в бутылку. Оп! И все, бутылка в воздухе. И снова бабки ваши. Итак, друзья, что это за цифра? Правильно, это цифра 9. Римская 9. И говорим другу, что ему нужно из этой цифры сделать 6. Как это сделать? Дорисовать здесь единицу. Дорисовать здесь еще 10. Ну, получается полный бред. Но все на самом деле намного проще. С этой стороны просто нужно написать английскую букву S. Вот так вот. Простите за почерк. И получается слово SIX. Итак, имея 11 зубочисток. Ваш соперник по спору должен их выстроить так, чтобы получилась цифра 9. Он будет пробовать по-разному. Но в условии также указано, что все зубочистки должны быть использованы. Ну, так что получается вообще не девятка, а какая-то она уродская. Вернув палочки в нейтральное положение, которое было изначально. Вы английскими словами выстраиваете слово NINE. Вот и все. Английская цифра 9 готова. Напишите на бумаге любое трехзначное число. Затем по спорте, кто быстрее умножит это число на 7. Затем на 11. И затем на 13. И пока вот ваш друг взялся за калькулятор, вы же эти действия сделаете мгновенно. Просто напишите рядом с этим же числом такое же. И поверьте, вы окажетесь правы, потому что этот трюк работает с любым трехзначным числом. Ну что, друзья, вот и подошло к концу этого видео. Теперь вы узнаете, как можно срубить паблишко с ваших друзей. Если вам зашел такой формат видео, пишите об этом в комментариях. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео. По тебе незаметно, что ты Ты хочешь взять весь мир Хочешь, чтоб он был твоим И тебе не надо любви Увы Сольно я уйду один Ведь я видел таких, как ты